Хорошо, следующий вопрос, он был от одного брата по двум местам писания из книги Исайя, 28 глава и 54 глава. Давайте посмотрим в начале на 28 главу, 16 стих, синодальный перевод. Вот посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на сегодня камень, камень испытанный, креугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдиться. Теперь мы с вами читаем в еврите, вместо не постыдиться используется слово не ускорит или не поторопит. На еврите звучит лё-яхиш. Теперь в чем здесь смысл, в чем здесь идея? Я дам один из мидрашей, а также постараюсь дать свой мидраж на понятие этого слова в данном контексте. Итак, один из мидрашей говорит, что не ускорит и не поторопит в данном случае. Кстати, нужно еще отметить, что здесь не просто говорится, что верующий в него не постыдится, а просто говорится, верующий не постыдится. Не верующий в него, а именно верующий не постыдится без слова в него. Итак, первое толкование, речь о том, что тот, кто в это слово верит, вот это сказанное слово о мессии, о краеугольном камне, он не будет ускорять или торопить вот это слово своими силами, а будет дожидаться его исполнения. То есть, еще раз, тот, кто в это слово верит, он не будет стараться его ускорить, лё-яхиш, да, своими силами. Он будет дожидаться, пока это слово исполнится. Теперь я также хотел бы дать свое толкование, исходя из контекста стыда, то есть, верующий в него не постыдится или верующий не постыдится. То есть, верующий в это слово, он не поторопит или не ускорит свое решение пройти мимо и не обратить внимания на этот камень. Другими словами, тот, кто поверил в это слово, он серьезно отнесется к такому решению. Он не поспешит, он не поторопит сделать неправильное решение или не в сторону этого камня, потому что он будет понимать, что это главный краеугольный камень, на чем строится вся твоя жизнь. И вот кто в это верит, он не поторопится, он не поспешит сделать неправильный выбор. Хорошо, давайте прочитаем теперь 54 глава, Исаия, 15 стих, довольно-таки сложный стих. Вообще, Исаия пишет очень сложно, как я уже говорил, он пишет на высоком языке, и он часто использует слова, которые имеют много значений, причем эти слова повторяются в одном и том же стихе, и в том же стихе они имеют разные значения. Тут нужно еще правильно соединить эти значения. И данным примером является именно 54 глава, 15 стих. Давайте прочитаем вначале синодальный перевод. «Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня, кто бы не вооружился против тебя, падет». Мы разберем два аспекта, да, вопрос стоял именно в слове «падет», что это означает, потому что мы в еврите читаем «упадет на тебя». Но для начала хотелось бы разобрать вот то слово, которое трижды повторяется в этом стихе, но имеет три разных значения. В русском это слово перевели как «одно», и слово «вооружаться». В еврите это не связано напрямую со словом «вооружаться». Может быть, одно из трех этих значений слов имеет косвенное отношение. Я хочу зачитать вначале на еврите, для того, чтобы вы могли услышать это слово. Итак, вы услышали трижды слово «гур» или «лягур». Имеет три значения. Первое – это «лягур» – «проживать» или «жить». Также от этого слова происходит «гер» – «поселенец» или «нееврей, принявший иудаизм». От этого слова мы имеем слово «гиюр» – «принятие иудаизма». Второе значение – это «сильно убояться». Используется только в будущем и в прошедшей форме. «Ягур» – «убояться». И третье слово, которое тоже внутри себя имеет несколько значений. Во-первых, «лидгород», что означает «провоцировать». Также «лятогер» – это «торговаться». Эти понятия могут быть, в принципе, не то чтобы взаимозаменяемы, но они, в принципе, один может сопровождать другое слово. И также слово «эдгар» означает «бросать вызов». Вот посмотрите, сколько разных слов, и все три они упоминаются, точнее, это то же самое слово, с разными значениями в одном и том же стихе. Теперь, соединив все вместе, давайте прочитаем, как это более-менее, скорее всего, самое приближенное может звучать, ну, по крайней мере, так, как перевели это евреи, для того, чтобы глубже и лучше понять этот стих. Итак, вот тот, кто ничего общего со мной не имеет, как мы прочитали «фс миоти», «фс» – это ноль, то есть тот, который ноль со мной в буквальном смысле не имеет никакого веса, то есть тот, кто ничего общего со мной не имеет, страшно убоится. И тот, кто с тобой живет, имея в виду, вполне возможно, ту же самую группу людей, или состязается, то есть в данном случае это может иметь значение, как и тот же тот, который живет с тобой, одновременно он может и состязаться, или выступать против тебя, бросать тебе вызов, провоцировать, или даже торговаться, то есть тут могут быть несколько значений, но они не мешают друг другу, они, в принципе, все имеют право на существование в данном контексте, да, то есть еще раз, вот тот, кто ничего общего со мной не имеет, это буквально перевод, страшно убоится. И тот, кто с тобою живет, и, в скобочках, вполне возможно будет, состязаться, торговаться, провоцировать, бросать тебе вызов, да, вот это все вместе в одном слове, он упадет на тебя, вот такой человек, он упадет на тебя. Окей? Первая часть, я думаю, довольно-таки подробно разобрали, вот этого стиха. Теперь, что значит, что вот та группа людей, которая будет жить с тобой, а с тобой, я напомню, в контексте имеется в виду израильский народ, да, очень часто этот стих, как бы говорят, интерпретируют его вне контекста, и так далее, очень важен контекст. Речь идет об израильском народе, и Бог говорит, что вот те, которые со мной ничего общего не имеют, они страшного боятся. И те, которые с тобой поселятся, и, вполне возможно, будут выступать против тебя, может быть, да, вооружаться, но здесь нет этого слова. Идея именно, что будут тебя провоцировать, да, возможно, торговаться, возможно, бросать тебе вызов, и так далее. Вот та группа людей, она упадет на тебя. Теперь, что значит, упадет на тебя? То есть, упадет на тебя и раздавит? Нет, идея абсолютно не в этом. Слово «упасть на кого-то» в еврите имеет несколько значений, и я посмотрел в разных местах Писания, где используется вот этот термин «упасть на кого-то». Не просто «падет», а «упадет на тебя», да. Есть несколько мест Писания, которые дают более подробное объяснение к тому, что здесь имеется в виду. Значит, первое исследование, которое я сделал, это первое параллепоминон, 12 глава, 19 стих. Я зачитаю в русском синодальном переводе. «Из колена Монасина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря, на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу». Итак, дважды здесь используется вот это слово «падать». Во-первых, когда мы читаем «из колена Монасина перешли некоторые к Давиду», используется именно этот термин, что «упали как бы на Давида». И вторая часть, именно в конце, когда говорится, что на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу, тоже используется то же самое слово «упадет». То есть идея заключается здесь в том, что один переходит на сторону другого. Один сдает позиции и принимает сторону другого человека, будь то врага или еще кого-то. То есть смысл тут не просто, что они погибнут или упадут на тебя непонятно как и зачем. Идея в том, что упадет на тебя имеет понятие и это вот взято из другого местописания как пример, чтобы увидеть, что это используется по смыслу своему, когда кто-то переходит к тому-то, кому-то. То есть те, которые с тобой поселятся и будут, может быть, враждовать против тебя или выступать против тебя, они в итоге не просто или не обязательно, что они погибнут, а они перейдут на твою сторону, сдадут позиции или сдадутся тебе, как мы говорим, капитулируют. Другое местописание, говоря о родословии Измаила и тех народов, которые жили вместе с ним, 25 глава Бытия, 18 стих, тут говорится, они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Кассирии, они поселились пред лицем всех братьев своих. Вот в Еврите там написано, что они упали, не просто поселились, а упали именно. То есть, идея в том, что они там закоренились, они там как бы остались, когда человек как бы падает, он занимает это место, в буквальном смысле используется это слово со значением поселиться. Вот это второе значение, что может означать, что те, которые с тобой живут и могут состязаться, они в итоге с тобой поселятся. Я думаю, здесь, ну, мне больше вижу, что по смыслу подходит первый вариант, то, что перейдут на твою сторону или сдадутся тебе, но не исключает, что и второй имеет место на существование, потому что, в принципе, если они сдадутся тебе и перейдут на твою сторону или будут с тобой, то, соответственно, они и поселятся где-то рядом и будут уже на твоей стороне. По крайней мере, будут под твоим контролем, то есть, человек, который капитулирует, он сдает свою позицию и полностью подчиняется другой стороне. Вот этот смысл упадет на тебя. Ну, еще был один вопрос, почему-то его сняли, я думаю, в принципе, брат понял, что значение слова Бим Кумам из Римлянам 11 глава 17 стих, что привиты будут дикая маслина, да, привьется на место природных ветвей, используется слово Бим Кумам, очень тонкие, простое слово, в русском написано на их место, но в буквальном смысле это вместо них. В принципе, тот же самый смысл, вместо них или на их место идея та же самая. Еще был один вопрос от одной сестры, два вопроса, один из них это по имени Ева, на еврите Хава, другое имя для Хавы это Хая, потому что в еврите, в местах писания есть такое, что буква ВА заменяема с буквой ЮД, но смысл Хава и Хая тот же самый означает живая или живущая, поэтому Адам ее так и называет, от слова ХАИМ, жизнь. С именем Бога ЮД, ГЕВА, ФЕЙ, тетраграмматон, нет прямой связи, вот слово ЖИЗНЬ и или Ева живая, живущая с именем Бога, я даже проверил в ГЕМАТРИИ, тоже нету равенства, только косвенно, когда мы разбираем и мы уже говорили об имени Бога тетраграмматон, ЮД, ИВА, ФЕЙ, что по сути своей это означает вообще, что Бог, он находится одновременно во всех временах, то есть он был, есть и будет, он тот, который не имеет ни начала, ни конца, еще один перевод, будет тот, который будет, и только если рассматривая, что он есть источник жизни, да, и он находится одновременно во всех временах и во всех местах его присутствия, что нам, чего нам не понять, да, то мы понимаем, что там, где Бог, там есть и жизнь, но само слово, оно не имеет вот именно привязки буквенной, да, и то, что Господь, ЮД, ИВА, ФЕЙ решил спуститься к нам на эту землю и обитать вот в этой храмине земной, ограничив себя, и как написано Аишуа, уничижив себя, приняв образ рыба, да, все это было сделано для того, чтобы показать, насколько он хочет быть с нами, с его детьми, и так же слово премудрость или мудрость, если есть два отдельных слова, в еврейте нету, и, кстати, в других словарях я тоже проверил, вот в притчах очень часто пишется иногда мудрость, иногда премудрость, используется то же самое слово хохма, мудрость, в английском языке то же самое, но вот у нас в русском как-то вот есть да, придумали или вписали такое слово премудрость, то есть это то же самое слово, что и мудрость, хохма, к слову скажу, что слово разум или разумение на еврейте это бина от слова левнот строить, бния это строение, и мы с вами разбирали, говорили о семи строении глаголов, на котором строится язык еврит, другими словами, речь идет о том, что через язык, через вот эти строения глаголов и вообще это нахиический еврит, мы можем расширить свое разумение, свой разум о священных писаниях. Хорошо, и последнее это будет примечание, на первом уроке был один, ну не то чтобы комментарий, а больше как примечание, да, о том, что в первый день, когда Бог сотворил земной мир, то говорится, что после первого дня был не день первый, а день один, то есть во всех остальных днях мы с вами наблюдаем, пишется день второй, день третий, день четвертый, вплоть до шабата, шабат имеет отдельное название, и вот было помечено, довольно-таки верно подметили, так и есть, что не используется первый день или день первый, а пишется именно день один. Теперь, в первую очередь сразу хочу сказать, что это не принципиально, потому что нумерация так или иначе идет в цифрах, идея в том, что у седьмого дня есть отдельное название шабат, которое имеет значение больше, чем просто числовое, и на русском мы тоже можем в принципе сказать день первый или день один, день второй или день два, смысл от этого не меняется, когда речь идет о шабате, идея углубляется и делает шабат отличительным от всех остальных рабочих дней недели. Сегодня в Израиле на воскресный день не говорят день один, говорят день первый. Но однако, почему все-таки в Писании указывается вот это отличие есть в первом дне, где говорится не день первый, а день один. Я дам два комментария. Значит, первое еврейское толкование Бориши Траба гласит, это классическое объяснение, что причина, почему написано день один, а не день первый, это из-за того, что в первый сотворенный день Бог еще был один. То есть, ангелов Он сотворил на второй день творения. Вот весь ангельский мир был сотворен после первого дня. Теперь, точно, конечно же, нельзя утверждать, хотя идея и объяснение довольно-таки интересное. Трудно вообще представить, что у Бога нету кроме нас другого какого-то творения, исходя из его характера. Он-то ведь есть творец, его качество, его характеристика, да, и вечный Бог, который не имеет начала, чего нам не понять. Я думаю, по логике вещей, он все-таки творил разные творения, создания на протяжении вечности. Но, как бы тут ни было, если это так, и ангельского мира еще не существовал, то падение сатана и падших ангелов должно было произойти от второго до пятого дня, потому что мы уже видим, что перед шабатом сатан, он в виде змея уже, будучи падшим ангелом, искушает Адам и Еву. Я бы хотел выдать свой комментарий, свой день. Мне кажется, оно все-таки имеет более простое объяснение. В чем здесь момент заключается? В первый день творения Бог задает установку на само понятие, что такое один целый день, что такое цельный день, один день, что туда входит. И когда мы с вами читаем, и был вечер, и было утро, день один, то если мы с вами поставим равно равенство, то в принципе мы видим объяснение тому, что означает один день. То есть и был вечер, и было утро равно один день. То есть в этот день Бог объясняет людям, как нужно считать один цельный день, что есть вечер, и есть утро, и это один целый день. То есть несмотря на то, что день разбивается на две основные части, темное время суток и светлое, он все равно остается одним. Он не становится от этого двумя днями и должен считаться как один день. Еще один момент. Мы понимаем с вами, что первый день творения он все таки был один единственный день на земле уникальнейшим и не было похожего до него и несмотря на то, что второй день он тоже уникален в своем творении, но он все же, как и третий, как и четвертый, как и пятый день повторяет строение установленного первого дня, где присутствует такое же количество часов, все так же вечер и утро и так далее. То есть второй и третий день он уже не нуждается в том, чтобы давали ему какое-то определение, поэтому он и дальше называется день второй, день третий, день четвертый, но первый день он называется именно день один, для того, чтобы указать, что значит день один. День один означает и вечер, и утро. Через это с вами мы можем увидеть идею, что значит Бог один или Бог един, несмотря на то, что он многогранный вездесущий Бог. который по природе своей есть Дух, но также открылся нам воплотить через Ешио-Мессия 1 Тимофея 3.16. Он все равно при этом остается одним и тем же Богом. Когда люди говорят о треугольниках или о квадратах, что у него есть там три стороны или есть четыре стороны, все понимают, что от этого треугольников не становится три и четверо квадратов не становится четыре. Есть разные стороны одного и того же предмета. разбирали слово жизнь во множественном числе и поясняли на первых и вторых уроках о том, что есть очень много фрагментов в жизни человека, который сами по себе как будто отдельная жизнь. Допустим, человек жил в одной стране, потом в другой стране. Или его студенческие годы, которые сами по себе имели такую уникальность, что когда человек уже женился и имеет детей, он как будто живет другой жизнью, уже не той, которой он жил 10 или 20 лет назад. Но все это является одной и той же жизнью человека. Когда мы говорим об одном дне, что у него есть как темное время суток, так и дневное время суток, они отличаются, но это все равно входит в один цельный день, в одни и те же сутки. Чтобы не подумали, к слову скажу, я не сравниваю какую-то часть Бога с тьмой, какую-то со светом. Несмотря на то, что в Исайи 45 глава мы читаем, что Бог также сотворил не только и свет, но также и творит тьму, но это отдельная тема. В любом случае, здесь просто показывается пример того, что Бог может явить себя человеку по-разному, но это один и тот же самый Бог. И тут ни в коем случае не подумайте, что я говорю о том, что все религии ведут к Богу. конечно живого и истинного Бога, Творца мы можем познать только через Иисуса Христа, только через Ишуа Мессию. То есть тот, который принимает Ишуа, он и принимает настоящего живого Бога, то есть тот, который признает Ишуа своей Мессией, он тем самым признает и свое почтение Небесному Отцу, и никто не приходит к Богу Отцу, как только через Ишуа Мессии. В языческом мире было принято вот сколько ты видишь Богов или имен Богов, столько ты и по количеству называешь от существования количества тех или иных Богов. Евреи понимают, что слово один это понятие, которое несет в себе многие оттенки, многие грани одного и того же предмета. Радуга, если хотите, семь цветов радуги, по сути происходящие от одного цвета белого. Светильник, который имеет семь свечей, но это один светильник. Ну и многие другие примеры, когда мы читаем из Иса 11 глава, что на Мессии почиет там Дух Премудрости, Дух Крепости и так далее, да, вот идет перечисление, это не означает, что теперь есть много духов или там семь духов, да, мы с вами читаем послание Ефесянам, что есть один Дух, просто он имеет разные качества, тот же самый Дух, и мы знаем с вами также, что там написано к Ефесянам, что есть одно тело и один Дух, то есть мы все погружены в один и тот же Святой Дух. Вообще есть как минимум пять или шесть терминов о Духе Божьем, мы знаем есть Дух Божий, есть Дух Святой, есть Дух Отца, есть Дух Мессии, Дух Господень, то есть все вот эти термины, это не означает, что существует там пять или шесть личностей Духа Божьего, то есть это все одна и та же личность, один и тот же Дух. Например, в одном Евангелии мы с вами читаем, что не думайте наперед, что вам говорить, если будут приводиться в синагоги и бить за мое имя, да, и гнать вас и так далее, потому что Дух Святой даст вам что говорить. Вот Евангелие от Матфея 10-20 тот же самый контекст вместо Дух Святой говорится Дух Отца вашего скажет вам, да, я уже свободно цитирую, что вам говорить. Когда мы с вами читаем в исход 20-й глава, когда Бог даровал 10 заповедей, и мы читаем, что были громы и молнии, и написано, что народ видел громы и пламя. Вот в Еврите написано голоса народ видел и факелы. Очень похожее место, если параллель провести в Деянии 2-я глава, когда тоже произошел шум с неба, и Дух Святой снизошел на ожидавших его, верующих в Ешуа, то написано, что на них почели языки как бы огненные. Теперь факел, он действительно похож на такую форму человека, сверху которого как бы находится пламя огня. И Медраж говорит, что не просто громы, как мы прочитали, голоса в исход 20-я глава, 18-й это стих, что народ видел голоса, то толкование еврейское говорит, что Бог, когда голосом своим говорил или провозглашал Тору, его голос разделился на 70 разных языков. Мы с вами знаем, что из Египта очень много иноплеменников вышло, и даже есть такое понимание, что все разновидности или все представители 70 народов на то время вышли с израильским народом. И поэтому не только еврейский народ мог слышать на своем языке Тору, но также на 70 языках каждый в своем народе мог услышать слова Торы. Вот как в Деяниях вторая глава заговорили на различных языках. Теперь от этого из-за того, что они слышали 70 разных языках одновременно голос Бога, это не означает, что теперь там сидит 70 богов или 70 личностей. То есть понятна идея, что Бог всемогущий, Он вездесущий, Он может одновременно говорить с разными людьми в разных точках земли. При этом это один и тот же огромный Бог. Хорошо, и в заключение хотелось бы сделать некоторое примечание в продолжении темы о божественности или божественной природе Мессии. Хотел бы сказать, что в этом аспекте необходимо брать все стороны, не только одну. Объем рассуждений он больше, чем некоторые отдельные стихи или размышления. Есть база языка, как мы разбирали, и грамматика, что тоже важно учитывать. Да, добавлю, что не только страх среди некоторых угодить сегодняшнему иудаизму, но также есть и боязнь поклониться больше, чем одному Богу. Ставят всю эту тему в противоречии. Это объяснимо, я соглашаюсь с этим, но тут возникает несколько проблем. Во-первых, мы знаем, что написано, что пред Ешуа преклонится перед его именем всякое колено. Получается, если он просто человек, то тут выходит нарушение первой заповеди, так как поклоняться можно только Господу Богу своему. На самом деле вы удивитесь, когда сравните вероучение евреев сегодня и того времени. Например, учение о перевоплощении душ до 11 века считалось ересью, сегодня это норма во многих течениях иудаизма. Исаия 53 глава рассматривалась только как пророчество про Мессию, сегодня говорят об этом как страдающий Израиль, ну и многое другое. Идея Сына Божьего как образ сущности и откровения Бога на земле прослеживается не только в Новом Завете, но и в Танахе, как, например, в книге Даниила в Исходе, когда Бог в 23 главе 21 стих посылает ангела своего, и когда говорится слушать голос его, то перевод Онкилоса, который был написан в первых вторых столетиях, конец первого начала второго столетия, на арамейский пишет принять его не просто голос, а принять его мемра в арамейском в еврите от слова леемор говорит, что означает слово Божье именно вот в той форме, как мы на греческом воспринимаем слово логос, то есть мемра относится непосредственно к самому Богу или к слову Божьему, его слово, то слово, которое стало плотью. И дальше пишется ибо имя мое в 21 стихе 23 стих имя мое тетраграмматон в нем не упорствуй против него, так как или ибо тогда он не простит грехов ваших. В Новом Завете, когда Ишуа говорит о том, что он дает жизнь вечную, Иоанна 10 глава, ему сказали на это, что ты делаешь себя Богом. Почему? Потому что только Отец может прощать или давать жизнь вечную, и за это хотели побить его камнями. Мы не говорим сейчас за ту власть, которую Бог давал людям прощать на этой земле друг друга, или про царей, которые осуществляли власть и справедливость. Речь идет о прощении в жизнь вечную. Вот такую власть имел Ишуа, поэтому здесь не нужно путать. И поэтому мне нет необходимости пользоваться какими-то соборами или той терминологией, которую придумали люди, чтобы загнать Бога в определенные рамки понятий. я сам не за это. У нас есть слово Божье, есть язык, на котором это слово было написано и так далее. Теперь, когда говорят, что если сын, то по логике вещей имеет начало. В таком случае Исайя не понимает, что он пишет. Девятая глава, которую мы с вами разбирали на одиннадцатом уроке, говоря о сыне, дает ему один из титулов или описаний как отец вечности, то есть который был всегда. Из-за этого тоже, кстати, хотели побить его камнями, не просто из-за его мессианства, а то, что он по временным рамкам сравнивал себя с именем, которого означает был, есть и будет. Юдгейвафей, тетраграматон. Да и само писание его так называет. А почему с Авраама, вот именно тот момент, в Иоанна 8 глава, чтобы указать на то, что он, будучи семенем, его был еще до него. И когда говорится, что мы познали безначального, 1 Иоанна 2 глава, то мы понимаем, что нельзя познать отца без сына, наш разум этого не вынесет. И когда Филипп говорит, покажи нам отца, то Ишо отвечает, говорит ему, я столько с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Он не говорит ему, я столько с вами был, и столько вам показал отца, разве этого недостаточно? Он говорит, я столько с вами был, и ты не знаешь ли меня? И дальше он говорит, верьте, что отец во мне. Когда мы в еврите читаем, что все им создано, используется фраза посредством него, алия дэй, что в буквальном смысле означает на еврите его руками. При этом это не отменяет и не противоречит тому, что сын покорится отцу. Абсолютно довольно-таки еврейский подход к изучению сложных тем не методом исключения, это греческая философия, если это так, так это не так, как раз-таки еврейский взгляд, где одни места писания дополняют другие противоречащие. И субординация тут тоже не отменяет природу внутреннюю мессии. Как дальше в первом коринфе на пятнадцатая глава написано «Да будет Бог все во всем». Сын был в сосуде как часть вот этого океана. И если зададут вопрос является ли это океаном внутри сосуда, то я думаю поначалу ответ будет неоднозначным, как бы и да и нет. да, это вода с океана, но от этого океан не заканчивается, он не перемещается так, чтобы перестал быть там, где он изначально находится на своем месте. Другими словами, это часть Бога в другой форме. Иоанна 1 глава 18 стих говорит, что Бога никто никогда не видел. Сын сущий, то есть существующий в недре отчим, Он явил, то есть Он всегда в Отце и Отец всегда в нем. Сын есть этот образ и откровение Отца. Он даже заповеди, когда мы читаем, называет своими. То есть Он говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, то есть не просто Божьи заповеди или заповеди Отца, но Он говорит также Мои заповеди. Сам Моисей не мог заповеди Божьи назвать своими, несмотря на то, что о нем, когда говорят, называют это законом Моисея, но понимают, что это закон Божий, который был дан посредством Моисея. Но сам Моисей никогда не мог сказать, что это мои заповеди или исполняйте мои заповеди. Ишуа имеет такую власть, чтобы сказать и назвать Божьи заповеди или заповеди Отца своими. Еще вот одно аллегорию, один пример, если привести, сравнение такое даже больше, насчет океана, если вы ни разу не были на океане, ни разу не видели его, не пробовали, не заходили, а только слышали, вот много раз просто слышали, и просто не было возможности никак туда добраться. и вот вот вам привозят в сосуде воду из океана, и вы посредством вот этого сосуда можете как бы и на вкус, и на вид увидеть, посмотреть, ознакомиться с океаном. При этом вы понимаете, что океан, он ну как бы образно говоря безграничный, да, и вот именно через этот сосуд вы можете как-то узнать о нем побольше, вот познакомиться лично, скажем так. То же самое с Богом, с Отцом, с Небесным Творцом, которого мы не видим, мы не можем его увидеть, потому что человек, будучи грешным, если увидит его, умрет, но Сын явил нам Отца, то есть через знакомство с Ешуа мы ознакомляемся с Небесным Отцом. Мы хоть немножко можем понять сущность Бога именно за счет того, что Он ходил вместе с нами на этой земле, в той же плоти, в которой находимся мы с вами, только за исключением или кроме греха. И вот этот пример с океаном, которого мы ни разу не видели, и который поместили в сосуд, и через это мы как бы узнаем об океане, для меня лично дает хоть какой-то образ понятия того, что Бог явил себя во плоти, и вот этого невидимого огромного Бога явил Сын Сущий в недре Отца, и через знакомство с Ешуа мы ознакомляемся и начинаем познавать Небесного Отца. Друзья, Бог находится вне времени, как мы уже говорили, Его имя говорит об этом, и очень часто в Танахе Бог, говоря о будущем, пишет в прошедшей форме тот или иной глагол, то, что еще не произошло, Бог пишет так, как будто это уже произошло. Например, мы говорили в Захарии написано возряд на того, которого пронзили, мы говорили, что там именно идет фраза на меня, то есть кстати используется прошедшая форма, то есть возрели, возрели на меня, которого пронзили, то есть во-первых это может быть только тот, который находится воплоти естественно, речь идет о Ешуа, но он как будто говорит от первого лица, да, то есть возрели на меня, которого пронзили, но говорит он уже в прошедшей форме, то есть то, что еще не произошло, на тот момент он говорит так, как будто это уже произошло, то есть Бог не просто видит будущее, он находится в самом будущем, иначе он уже не Бог, и то, что для нас еще не произошло во времени, в будущем для него является прошлым, это грамматика библейского языка, и я думаю, друзья, это утешает каждого из нас, когда Бог какие-то обетования нам дает в прошедшей форме, хотя в нашей жизни они еще не произошли, то есть в этом уверенность есть, колоссальная вера или сила колоссальная для нашей веры, чтобы она не уменьшилась или понизилась, а наоборот возросла. Конечно, нам трудно вместить все эти понятия, так как мы с вами имеем начало, и наш разум имеет сильные ограничения, чтобы утверждать, что теперь нам все понятно, или мы полностью осязали вот эту всю истину о Боге. Я думаю, до конца наших дней и даже в продолжении в вечности мы с вами не сможем полностью осязать, того, который не имеет начала. Но благодаря Сыну Божьему мы можем хоть немного приблизиться к этому пониманию об огромном и великом Боге, который является Творцом всей Селенной, который является нашим Отцом, Тот, Который дает нам жизнь, Тот, без которого волос на голове нашей не упадет и в завершении этой темы опять же хотелось бы ободрить всех нас вот в это время, в которое мы живем и все, что сегодня проходит весь мир и верующие люди, чтобы мы больше уповали на того, от которого все зависит, которым все держится. Написано, что им все стоит и для него. поэтому, когда мы будем пребывать в этом слове, а это слово и есть Ешуа, и его словом все держится, когда мы будем в нем пребывать, тогда и наш внутренний мир, он будет держаться, он не распадется, поэтому, друзья, всем Божьих благ, всем благословений, я думаю и надеюсь, что через небольшой период времени, может быть месяц, может быть два, мы продолжим с вами эти уроки, как я уже сказал, говорить о путешествиях и странствованиях израильского народа, через это увидеть с вами нашу жизнь, наше странствование в Боге, вот с момента выхода из духовного Египта и по дороге в Царство, Божье в Царство Небесное, поэтому пусть Бог всех благословит и всем шалом.